МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Юрьевич, мы начинаем о книгах, которые повлияли на нас в детстве, или в фильмах. В вашем случае это сказки дядюшки Римуса. И я даже когда узнала, что это ваши любимые сказки из детства, я подумала, вот откуда, наверное, любовь к театру абсурда и вообще вот к такому отношению к жизни. В те времена трудной жизни, жизни перемещающейся, жизни в моей семье, хотя у нас всегда была библиотека, но библиотека очень взрослая, и потом мы переезжали. Поэтому я читал вещи случайные. Но именно они и запоминались. Кроме сказок дядюшки Римуса, я действительно очень любил «Золотой ключик». Очень. И уж что читал, то читал по очень многу раз. Поэтому не так много книг, но по многу раз одно и то же. До заучивания наизусть. А что касается вот этой самой басенной неестественности того, что кролик разговаривает с лисом... Медведь нянчит крокодильчиков. Я помню, там была какая-то совершенно... Крокодила, братец апостол, который вообще не представлял, как он выглядит, имеет свой характер и свои претензии к жизни. Это меня не могло удивлять, потому что я цирковой человек, цирковое дитя, во всяком случае. И костюмировка от женщин в перьях, от обнажённых тел, которые меня окружали там за кулисами цирка, от людей и зверей, где звери ведут себя... В общем, в цирке добиваются, чтобы звери вели себя человекообразно, особенно звери, которые могут стоять на задних ногах, как собаки, медведи и даже коты. Поэтому это для меня было, в общем, естественно. Сказки, потому что я это и вокруг себя видел. Ваш папа выдающийся режиссёр, директор московского цирка... Художественный руководитель. Художественный руководитель, да, Юрий Сергеевич Юрский. Цирк Феллини, кстати сказать, фильм которого 8,5, и вы считаете лучшим, он цирк очень ценил, как известно. Цирк любил всю свою жизнь. В детстве тоже, несмотря на то, что у него не было близких, кто бы работал в цирке, но он просто пропадал. Вот как только приезжал какой-то шапито, он там проводил все дни, наблюдая за репетициями и так далее. Феллини, вот этот финал фильма 8,5, когда это группочка клоунов с мальчиком, который, по всей видимости, и есть сам мыслимый герой фильма, то есть сам Феллини. Автопортрет в детстве такой, который идёт с ними. Великая мечта идти с этими клоунами, и который в результате склеивает весь этот развалившийся мир. Это в картине, в фильме. Да, это меня трогало не только как зрителя, но и как будто это отчасти про меня, но вообще такое восприятие есть, обязательное восприятие. Если человек воспринимает искусство, чувствует, что это его задевает, это связано с какими-то его струнами, либо любимыми, либо нелюбимыми, либо спрятанными, вот тогда и возникает этот самый ответ. И в фильме 8,5 для меня этот отцвет и касание, прямое касание для меня существовало очень. Я так ощущал. Видимо, потому что вы в этом смысле с ним на одной волне. Видимо, вы тоже такой мальчик, который вот тоже наблюдал и тоже туда хотел. А вот когда вы видели клоунов, да и сейчас, когда вы их видите, ведь это же особенное... Я не знаю, можно ли провести параллель, но, поверьте, с моей стороны, это только в качестве огромного комплимента. Когда вы выходите в своих программах один на один с залом, в своих концертных программах, я вижу некую параллель, я вижу, что, возможно, там есть что-то, чему вы научились за кулисами цирка, видя, как клоун выходит один на один с залом. Я вам могу рассказать о моем последнем общении с карандашом. Если те, кто нас смотрит, помнят еще это имя. Я не знаю, не все. Ведь когда-то же еще его писали не словом «карандаш», а писали «каранд-д-апостроф-аш». Было время, когда брали обязательно иностранные псевдонимы. Клоун – это особенное. Это откуда-то чужое и потому интересное. Ни на что не похожее. Михаил Николаевич Румянцев, то есть «карандаш». Активно работал в цирке в то время, когда отец мой руководил этим цирком. И в наших квартирах, в кавычках только можно назвать, полторы комнаты угловых без туалета, была с ним вот так рядом. А его гримерная здесь была. Человек, он был сложный, углубленный в себя и большой аналитик. Я не знаю, был ли он мудрецом, но он был аналитиком. Он анализировал свой голос, вот этот, которым он говорил. «Как вот этот голос, как именно он должен звучать?» Его воздействие, это же без микрофонов тогда говорили-то. Это надо было на 3000 человек сказать, во-первых, мало, потому что много не хватит, никакого дыхания. А во-вторых, точно и так пронзительно, чтобы оно попало. И вот прошло много лет, отца уже нету, 55 лет как нету моего отца. А вот лет 10 или 15 назад в Доме отдыха в Сочи мы встречаемся с Михаилом Николаевичем. И что он говорит мне? Говорит, в театре надо знать, что такое антре. Клоунада сама называлась антре, то есть выход. Но в театре у вас более сложные потом дела, всякая психология. А тут выход, как выйти, надо себя заявить. Это должно быть в первые 4 секунды. Это должно быть антре, сказать, вот я такой буду. Только тогда. Его чувство аналитика, вот этого комика, который кажется, ну что, вот эта шляпа на бекрень, собака клякса. И этот голос, кукарача пришла всего-навсего. А у него там для этой кукарачи варилась вся теория воздействия на громадную толпу. Вся теория смеха. Сам он был человек крайне неулыбчивый, абсолютно лишённый шутливости, в отличие от Юры Никулина, который был тоже не особо улыбчив, но очень открыт. – Благодушен. – Благодушен. А Михаил Николаевич – нет. Это был человек в себе. И он создавал этот самый смех. Поэтому клоунаду я видел и Юрия Владимировича, я видел в его начальных шагах, когда это начиналось только, когда рождалась эта лёгкая маска. – Вы, конечно, о юморе знаете очень много из самых разных сторон, потому что мы уже упомянули и театр «Абсурда». Это потрясающий совершенно юмор. Ваши работы в кино, Владимир Меньшов, например, рассказывал, что он совершенно был не в состоянии даже снимать фильм «Любовь и голуби», потому что каждый раз, когда вы появлялись на съёмочной площадке, это было что-то, что было совершенно за пределами его способности вообще сохранять спокойствие. – Сам сочинял, сам мы вместе что-то делали. Но когда начиналось действие, это что-таки комедия действительно, так смеяться, зажимая себе рот, чтобы не испортить фонограмму, так смеяться, как умел смеяться Меньшов, мог смеяться только ещё один человек. Изредка, но вот так, это Миша Казаков, «Царство ему небесное». Вот бывают такие люди, где отклик такой сверхвыраженный. – У вас есть своё какое-то представление о том, что такое юмор, из чего он рождается, из чего рождается смешное? – Ну, это и есть работа, что называется работа комика. Потому что есть комики двух гримас, и он знает, что у него лицо смешное, вот так, когда он делает, или он делает вот так. Есть такие комики, но это всё-таки не высокий уровень. А вот то, что я говорю о карандаше, то есть о румянцеве, это создание образа. И когда удивляются, как это маленькая реприза, маленькая клоунада, маленькая антре, рождается иногда там полгода, и потом мгновенно случается. В цирке трудно, а на экране заставить смеяться, это ещё труднее. С помощью техники, то есть фокусным способом, трюки – это замечательное совершенно искусство, и высший гений, первый гений, и недосягаемый гений – Чаплин. Но он пользовался, во-первых, виртуозностью своего тела, а во-вторых, придумыванием трюков. И гениальным придумыванием, и исполнением. Чаплин – это абсолют. Но сегодняшние зрители, я просто на детях замечаю, для них Чаплин, они так, я бы сказал, попорчены сегодняшним монтажом, сегодняшними фокусами техническими кино, но, что уже тем, как он работает своим телом, они не ценят. Им кажется, что это, ну, мало ли, всё можно нарисовать. Он как будто нарисованный, он как будто мультипликат сам. Знаете, вот мы общались, кстати, в студии с Джоном Лассетером, который один из создателей студии «Пиксар», и он обожает Бастера Китона. И вот он сказал, что Бастер Китон, на его взгляд, это самое близкое приближение, в его устах это был огромный комплимент. Самое близкое приближение человека, актёра, к мультипликационному персонажу. Ну, тут Чаплин тоже. Да, просто то, что вы сейчас сказали, что вот он сам мультипликат, это очень точное наблюдение. Вы знаете, интересно, что ещё сказал Лассетер, что у Бастера Китона было потрясающее чувство, как он это назвал, комик тайминг, комического времени. То есть он очень здорово чувствовал ритм и время. Рассказывая о вашей маме, которая была замечательным музыкантом и преподавала в музыкальной школе, вы говорили о том, что она научила вас слышать музыку, слово и чувствовать ритм, заложенный в произведении. Спасибо, что вы это прочли, что вы это произнесли, потому что я это абсолютно подтверждаю. это её влияние Евгения Михайловны Романовой, влияние не только на меня, но и, скажем, на Юру Никулина, который именно ритмику она преподавала им и занималась с ними. Музыка слова, внутренняя музыкальность текста, о которой вы говорите, например, применительно к фиесте Хемингуэя, то есть вы говорите, что это текст, который звучит, у него есть своя внутренняя музыка. Что это? Я просто полагаю, что когда к пьесе подходят таким образом, такой подход существует. Ну, сейчас неважен текст. Давайте проживём. Там сделано, что он входит и вдруг видит, что с ней другой мужчина. Ну, давайте представим себе и попробуем. Это можно без конца представлять и так, и так, и так, и так. Но всё дело в том, такими словами это написано. И я полагаю, что начинать надо с того, чтобы вслушаться, вговориться в слова, если это хорошая пьеса, если это не просто набор слов. Если это пьеса, то в ней, скажем, в Чехове, в Гоголе, в большом любом авторе, в ЮНЕСКО, в любом большом авторе, в чередовании гласных и согласных не только смысл, а в одной строчке уже есть некая музыка, которая должна тебя заряжать. И она тебе подсказывает то, что составляет ритм, а это уже начало того, что можно в партитуру вводить. А как вам кажется, что нас завораживает в музыке, в стихах, которые в этом смысле к музыке близки? Потому что стихи ближе к музыке, чем текст прозы. Вот что это? Почему человек плачет? Почему он в музыке? На что она настраивается в нас? Ну, соответственно, каждое произведение, как прозы, так и стихов, но в стихах особенно, на нас воздействуют, смыслы, но через, через музыкальную структуру данного языка. Когда речь идет о рифмах, о стройном, рифмическом таком введении, это простейшая форма. Простейшая. Колыбельная будет вот в таком ритме. Веселая будет в таком ритме и соответственном темпе. Печальная будет так, так, так будет. Эпос там, все. Но это простейшая. А сегодняшняя поэзия позволяет себе быть без рифм и даже с совершенным несоответствием строчек. И если Бродский, скажем, гениально пользуется и тем, и другим, и соответствиями, и несоответствиями, и абсолютной гармонии, и диссонансами, и рифмами как бы нарочно мимо, но чуть мимо, которые вдруг соединяют несоединимые вещи. И если ты схватываешь соотношение смысла и музыки, уже начинается дрожание. Если ты, это спектакль, если это роли так написаны, ну, что ж, если артисты это схватили, это вот есть уже начало. Ну, вот, то есть, Александр, кстати, Бродский, он говорил про стихи, что стихи – это упорядоченное время. Вот не что иное, как упорядоченное время. Прекрасная формула, да. Да. И, вы знаете, я когда слышала, как вы читаете Пастернака стихи про снег идёт, снег, да. Это прямо вот вы физически делаете ровно это. Ну, там почти петь приходится, потому что у него иногда прям вот эта вещь, как для фортепиано, как будто оно написано, уже написано, уже клавира есть, клавира есть, да. Простите, что я как бы, знаете, как человек без слуха пытается напеть. Всё, всё, всё так. Всё так. Вы сыграли отца Иосифа Александровича Бродского, Александра Ивановича Бродского в картине «Полторы комнаты». Это картина, которая родилась из эссе Бродского о своих родителях. В общем, такого эссе покаяния где-то, которое, наверное, всегда или нет, я не знаю, есть у людей, когда родители уходят. Вот вы были прекрасным сыном, то есть, судя по тому, что вы и писали о своих родителях и вообще, но тем не менее, вот у вас есть это чувство чего-то недоделанного в отношении своих родителей, чего-то недосказанного? Никто из нас, видимо, не был прекрасным сыном и не был прекрасной дочерью. Никто. Воздать родителям это то, что приходит в голову потом, поздно. Поздно. И покаяние это одна из тем, которые меня вообще крайне вдохновили. вдохновляют и нравится мне покаяние перед ушедшими. И пьесы, а такие пьесы есть. Это важнейшая вещь. И перед своими родителями был я хорошим сыном, я был недостаточно хорошим сыном. Понял это позже, чем надо было. А осознал полностью, так поздно, что на всю оставшуюся жизнь хватит этого покаяния. Но память, да, это, собственно, вы же сами в своей замечательной книге, у вас есть книга, кого люблю, того здесь нет. Это как раз, видимо, такая книга в том числе, потому что покаяние и память, память это, наверное, такое, если можно так сказать, конструктивное покаяние. То есть, когда ты не просто льешь слезы, а когда ты что-то все-таки предпринимаешь. Если вспомнить сейчас фильм «Восемь с половиной», еще раз, который вы любите, который мы любим, который, я думаю, все любят, кто его видел, там вот этот круг в конце, да, то есть, куда входят все те люди, которые, да, которые когда-то были близки герою, которые сейчас ему близки, кого-то из них уже нет, кто-то прошел буквально фрагментарно по его жизни, кто-то сыграл большую роль. Вот у вас этот круг, он большой, если бы вы себе представили. Он громадный был бы, если бы из него не выпали десятки, а может быть и сотни элементов. Просто ушли из жизни или переменились или перешли в другой круг, поэтому нет. Это малый круг, это тоже и у Феллини, мне кажется, это сон, мечта о большом круге, который весь может взяться за руки. Это на ощущение довольно молодое, а так как Феллини делал этот фильм, ну, не то чтобы старым человеком, но во всяком случае на за вершиной. Это его, я думаю, что вершина, вот и сразу про то, как проходишь вершину. Это мечта об этом. Там ведь висит тема самоубийства. Ему приходит в голову герою Мастрояне, приходит в голову, что больше не могу. и вот тут опять же возникает мать, которой давно уже нет в живых. Берег моря ветер, и мать бежит чудесно одетой на каблуках по песку и кричит Гвидо, глупый мальчишка, куда же ты? И он останавливается. Кто? Мать. мать вспоминается в эту минуту. Картина Чернов, которую вы сами написали и повесть, и затем сняли фильм, и Андрей Смирнов прекрасно сыграл, который вот сейчас замечательно сыграл в фильме Елена у Андрея Звягинцева. Да, да. Это как раз история человека, который живет одну жизнь, мечтает себе как бы другую жизнь, и в конечном счете не совсем понятно, какая жизнь уже реальнее. Это скорее вещь социальная и очень свойственная во-первых, позднему социализму времен застоя, когда люди, многие просто утвердились в том, что есть я спрятанный, то, что я думаю, то, что я чувствую, то, что я знаю, и это ни в коем случае нельзя проявлять. Это смертельно опасно. И есть я для общения, для жизни в обществе, для работы, для службы, для подъема по лестнице. И вот это раздвоение, которое катастрофично. Произошло раздвоение в каждом из людей, оно не может длиться бесконечно. Оно смертельно опасно, оно разрушительно. Но не является ли это вообще неотъемлемой частью человека, когда он живет одну жизнь, и он один в том, что он проявляет как бы вовне, а где-то внутри у него совершенно другая жизнь, у него совершенно другие... Конечно. Каждый человек живет внешней жизнью, собственной оболочки, речью, которая выражает его мысли, но за мыслями есть другие, и справедливо сказано, что речь дана для того, чтобы скрывать свои мысли. Это острая фраза, она будоражащая, но отчасти, все отчасти так и есть. Когда это становится вне чувства меры, когда человек абсолютно не соответствует вот как он выглядит, что он говорит, чем он явлен и тем, что он спрятал. Слишком откровенный человек, даже неприятен, который все вываливает про себя и самокритичен, и сам себя ругает, и это невозможно. И другим говорит, а я тебе прямо скажу, да, ну и рожа у тебя, ну и говорите откровенно, надо. Такие люди невыносимы, слишком откровенные. Опять же, это тоже до безумия. И слишком спрятанные, которые говорят, а на самом деле все не так. С другой стороны, мы же не знаем, какие мы. Вот вы сказали, ну и рожа у тебя. Я вспомнила вашего потрясающего Груздева. Я считаю, что это фантастическая роль, на самом деле. Спасибо. И мне кажется, что в этой картине Груздев это такая абсолютная колонна, которая держит это здание вот этого фильма, где вот ну как бы как некая противоположность Жеглову. Именно не герой Конкиной, Шарапов, да, ему является парой, а Груздев. То, что Груздев фактически единственный из всех героев этого фильма, он как раз не подпадает под эту харизму всесокрушающую Высоцкого Жеглова, он сохраняет свою силу, при том, что это его выбор, он выбирает, он сам по себе, ему это тяжело дается, когда вот он говорит вот это Галя, Галя, и вот во всем, то есть тут это такая вот интеллигентская абсолютно вещь, то есть ему страшно самому, ему он не такой уж прямо крутой, но он выбирает для себя быть сильным, и он оказывается сильнее всех персонажей, которые там сильнее уж точно как Фокса, который вроде как крутой, понимаете, и когда он говорит ему вот это вот не сметь так со мной разговаривать, хотя у него срывается голос, но он в себе вот это вот, то есть человек может сделать выбор в пользу того, чтобы быть сильным, это вопрос выбора получается? Фокса. Да, вы сейчас неожиданно для меня сказали вещи, я вдруг это понял, хотя это был фильм уже, бог знает, сколько лет. Жеглов и Груздев такие противоположности, Жеглов полностью открыт и соответственно, то, что я чувствую, я и говорю. Именно. То, что у меня есть, я и делаю. этот человек давно уже живет, спрятав свое подлинное, спрятав, и он не может его открыть. Это катастрофа, если он откроет. Он весь закрыт. И у него наконец кончается, внешняя жизнь вообще кончается. Ему хочется вообще в броню влезть, чтобы спрятаться от этого ужаса, в котором он живет. А Жеглов чувствует себя этим миром, который сейчас все сделает, который и начинает чувствовать себя безошибочным. Я не ошибаюсь, я все вижу насквозь. И вот именно тут-то он и не увидел насквозь. И они оба чувствуют, что им не сговориться. Да, это изначально катастрофическое знакомство. Не только потому, что один следователь, а другой подследственный. А потому, что они несовместимы. Спасибо, вы интересно мне намекнули. Спасибо вам. Вы для меня, кстати сказать, раскрыли во многом, когда я читала вашу книгу, суть того, что делал Василь Маккарт Шукшин, например. И вообще суть вот таких мужчин сильных, хемингуэльских тех же персонажей, сила их именно в том, что она граничит с какой-то абсолютной ранимостью, с какой-то такой двойственностью, с тем, что во многом быть сильным это их решение, которое им не всегда легко дается. Вот Дольф Лунгрен сильный, вот он пошел, пробился, но это сила, которая не завораживает. Хемингуэльские герои, хотя это чаще всего допустим там в Фиесте, в Прощай Оружие это интеллигентский класс. Интеллигентский. Литераторы, творческие. У Шукшина это класс горожан первого поколения, еще селян, еще сельские, но уже другие. другие. Но эта интеллигентность нижнего слоя это то, что Шукшин, я думаю, фантастически точно, несравненно точно показал, какое удивительное на этой почве обинтеллигентивание идет человека, ведь все эти его дурики, все эти его мучающиеся с какими-то странными непонятными другими проблемами люди земляные, они интеллигенты, настоящие, поэтому сходство хемингуэевских героев и шукшинских героев это мне кажется правильно, потому что примерно в одно время я увлекался и тем и другим и ставил и того и другого в одно время. Это же сапожки, это же пронзительно. Сапожки, но сапожки когда этот работяга купил первый раз в жизни потрясающий характер, потрясающий сапожки, а они оказались в подарок как подвиг, как подвиг и малы оказались эти сапожки и деньги ушли, а эти деньги дорого даются и как же это пережить всего на все тем, чтобы папирос закурить. Это сродни хемингуэевским героям, которые пройдя войну, пройдя все трагедии жизни, любви, всего, в конце концов выпивают рюмочку и больше ничего. Вы про Фиесту сказали, что это на ваш взгляд лучшая книга о любви. Это я так считаю. Но это любовь бесплотная, да? То есть это любовь трагическая, потому что она не может воплотиться окончательно. Этот человек болен, этот человек ранен. Но там же много других персонажей, кроме Брэд и Джейка, там другие персонажи и другие варианты того, что несет любовь мужчине и женщине, что несет любовь их соединению и что после свадьбы, что называется, что после соединения, соития, что после, что значит потерять то, что обретено. и это замечательно у Хемингуэя. Замечательно совершенно. А что, на ваш взгляд, главное несет любовь мужчине и женщине? Просто жить свою жизнь и пытаться ощутить, что это значит. А сейчас, вот когда я уже в моем возрасте, понять, что самое главное в остатке сберечь, потому что как всякая наполненная чаша жидкостью, либо она испарится, либо она прольется, либо она разобьется, эта чаша. Рано или поздно, она не может вечно стоять. В конце концов, если очень долго, она просто испарится. жидкость, но это жидкость. А человек обладает умным сердцем и сердечным умом, поэтому тут все гораздо сложнее. Значит, что самое главное? За что зацепиться, чтобы эта чаша не оказалась просто ничем? это вечный вопрос, я думаю, всегда. Вы сказали, что лучшая книга об успехе это имел друг Гена Мопассада, вся бальзаковская литература об этом. Действительно, Бальзак, Мопассан, они в общем описывали приблизительно один... Время. Это время, когда сословная иерархия рушилась, потому что раз навсегда граф, князь, маркиз, сын маркизов, они все навсегда. Эти навсегда слуги, эти навсегда крестьяне. Когда это стало рушиться, то, значит, по этой лестнице можно было залезать, можно было подтянуться, а можно было просто сбежать, а можно было даже и на парашюте. Подтянуть тебя, и взлетел, как на крылышках. А вот все-таки Жорж Дюруа, герой Мопассана. Вот Толстой, например, писал про этот роман Мопассана, что он осуждал Мопассана за то, что тот не высказал своего ясного отношения, как показалось Толстому, к своему персонажу. То есть Толстой писал, что из произведения Мопассана не видно, насколько сильно он осуждает Жоржа Дюруа. В принципе, мне-то кажется, что как раз я тут не соглашусь с нашим великим писателем, как раз хорошо, когда нет такой вот уж четкой морализаторской оценки. Я думаю, что сейчас, когда уж слишком не высказываются, то все люди абсолютно аморальные, свой аморализм несут в искусство, а зритель привыкает глотать или, грубо говоря, хавать этот аморализм. И на этом договариваются. И как-то даже приятно. А будем все не покажусь вам циничным, а покажитесь циничным. Вы ведь циник, я циник, да и я циник. На это мы договоримся. Ну, а вот картина Елена, мы с вами говорили, вы видели эту работу Андрея Смирнова. Вот там же тоже нет четкой оценки. Андрей Звягинцев не выносит никому, в общем-то, он не судит своих персонажей, он как бы на их представляет. В картине Елена для меня есть ужас автора перед тем, что он видит. Этот ужас настолько велик, что он не показывает вон в том углу, вон страшное, вон страшное. Он показывает всю картину и то, что он ужасается, я ужасаюсь вместе с ним. Потому что там нет правых, а раз нет правых, значит, нету и виноватых. Что касается вот Толстого и Мапассана, то я думаю, что тут просто разные подходы. Мапассан натуралист, а Толстой моралист. Ну, что делать? Да тогда уже это намечалось, то, что я говорю. Потому что Мапассан, ну, а так есть. Да. А так есть. Но он у вас вызывает однозначно негативную оценку, главный герой, который, карабкаясь всеми возможными способами, в результате оказывается на социальной вершине. предоставляет читателю выбор. Для меня да, а для другого нет. А некоторые его поступки и черты могут даже восхищать, потому что это элегантно. Это элегантно. И те, кто пострадали от него, да, в общем-то, так им и надо. Так тоже. Да. Поэтому Толстой велик своим заблуждением. Он хотел исправить человека. Это заблуждение? Исправить. Причем начинал с себя и сказал, я сам ужасен. Я себя должен исправить. Я себя должен наказать за все то, что я сделал плохо. А теперь сделать свою жизнь трудной. А теперь быть в самых трудных условиях. Это, конечно, великий подвиг. Кажется, это один из самых мудрых людей, кажется, таким наивным. Вот это святое восхождение в святые одного из, конечно, самых великих русских людей, Льва Николаевича Толстого. Это подвиг, который может казаться бессмысленным, как бессмысленный, кажется, всякая святость. И все-таки в ней есть смысл. Ну, так, святость. Спасибо вам огромное. Спасибо, Даша. Разговорились мы в этом пустом пространстве. Так два стула, как бы. Если мы хоть как-то его наполнили, и воздух не столь разряженный, а он как-то собранный, то спасибо вам. Вам спасибо огромное. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»